Более 60 тысяч юных жителей региона отдохнули в июне в оздоровительных лагерях. Свои двери для детей распахнули свыше 700 центров отдыха. На вторую смену уже заехали почти 16 тысяч человек. Чтобы лето им подарило только хорошее впечатление, каждый лагерь тщательно проверяют на предмет безопасности. На особом контроле центры расположены и вблизи водоемов, спортивные и туристические лагеря. Таких в регионе порядка 20. По словам специалистов, грубых нарушений нигде не выявлено. Особо следят за тем, чтобы места массового отдыха детей не возникали спонтанно. Когда родители между собой договариваются, когда кто-то из общественников организует какие-то заезды, палаточные лагеря временные, вот по ним есть риск, что там, конечно, возможно, не соблюдается правило безопасности. Поэтому сейчас очень важно выявление. Это не отдых. Это, прежде всего, опасность для жизни. И все места неорганизованного купания. Либо туда посты выставляете, аншлаги, естественно, и все меры, необходимые для безопасности. Либо не допускаете туда. А это сделать можно один-два раза, и больше туда никто не пойдет. На совещании говорили и о тех, для кого это лето стало временем не отдыха, а ответственности. В регионе 26,5 тысяч девятиклассников сдали выпускные экзамены. В этом году впервые два предмета были обязательными и два по выбору. С испытаниями не справились около тысячи человек, почти половина из них – ученики самарских школ. Чтобы двойка на экзамене не перечеркнула всю дальнейшую жизнь в регионе, таким детям будут помогать. Одиннадцатиклассник, не получивший аттестат, он уже имеет документ об образовании, то есть документ, аттестат об окончании девятого класса. Ученик девятого класса, выпускник девятого класса, не получивший аттестат, он фактически никто. Он не имеет права учиться в учреждениях профобразования. Он в дальнейшем не сможет устроиться на работу, потому что у него не будет никакой специальности. Каждого ребенка, каждого, повторяемыми словами министра, взять на учет и понимать, куда он дальше пойдет. У нас вполне достаточно и образовательных учреждений, и мест, и людей, и органов, и ответственных работников, для того, чтобы этот контроль осуществлять и в необходимые меры отрабатывать и помочь этим ребятам. Чтобы дети получали знания в комфортных условиях, в регионе в этом году капитально отремонтируют 14 школ и два детских сада. На это направят 600 миллионов рублей, более половины из областного бюджета. Все работы должны завершиться до 30 августа. В День знаний первых учеников примут и две новые школы, обе в Самаре, в поселке Волгарь на тысячу человек и в микрорайоне Крутые ключи на 1300. Алина Чемерис, Алексей Золотенков, События.